Вера в Бога И наука несовместима, но реальная жизнь показывает абсолютно обратное. Дело в том, что все ведущие научные открытия мировые сделаны именно христианами. И интересно также то, что христиане стояли и стоят у основания многих современных наук. И вот педагогика, как наука, мы занимаемся с вами историей педагогики, она тоже основана христианами. Вот это как раз представляет для всех нас очень большой интерес. И основания этой науки персонифицированы, есть основатель. Это Ян Амос Каменский, выдающийся деятель чешской национальной культуры и выдающийся деятель христианского движения чешских или маравских братьев. На прошлых лекциях мы говорили с вами о том, что к 17 веку сложились все условия, все предпосылки для создания педагогической науки. Вот Ян Амос Каменский как раз и явился этим самым основателем. Даты его жизни следующие. Он родился 28 марта 1592 года и ушел в вечности 15 ноября 1670 года. То есть он прожил довольно-таки такую длительную жизнь. К сожалению, у нас сейчас нет возможности подробно анализировать его биографию. Хотя это было бы полезно и, может быть, кому-то эти лекции будут побуждать к более детальному изучению биографии этого замечательного христианина. Биография очень важна для того, чтобы, например, понять то или иное явление, или ту или иную науку, или то или иное событие. Например, чтобы понять христианство, нужно снять жизнь Христа. Чтобы понять, что такое педагогическая наука, ее создание, нужно изучать биографии основоположников или выдающихся деятелей этой науки. И поскольку личность, она всегда накладывает отпечаток на то или иное явление, то или иное явление, ту или иную науку. Понятно, что на христианство наложил отпечаток личность Христа, а на педагогическую науку, конечно, наложил отпечаток личность Яна Амоса Каменского. И мы в данный момент сможем только поговорить об особенностях его биографии. Об особенностях его биографии. То есть мы не будем сейчас углубляться в подробности, в детали. Это можно сделать и самостоятельно, потому что существует огромный пласт литературы. Биографическое о нем. Но я хотел бы обратить внимание на следующие моменты в его биографии. В своей жизни Яна Амоса Каменский очень гармонично сочетал активное служение церковное в движении чешских или маравских братьев и научную деятельность. Причем в самых разнообразных сферах. В сфере философии, в сфере филологии, в сфере географии, в сфере истории, в сфере естественных наук и так далее. Это очень разносторонний был человек, который своей церковной и научной деятельностью занимался в экстремальных условиях. Всегда в экстремальных условиях, а именно в условиях гонений и преследований. Так сложилось исторически, что движение чешских и маравских братьев подвергалось репрессиям, в частности в XVII веке в Восточной Европе. И само положение маравских братьев было довольно сложным, как вообще положение евангельских верующих в этот период в Европе. Но тем не менее, невзирая на все коллизии, все трудности этого времени, Яна Москаменский был эффективным служителем и одновременно эффективным ученым. Но очень часто некоторые служители церкви и сейчас, да и прежде, жалуются на то, что мы не можем заниматься какой-то научно-церковной деятельностью, потому что мы все погрузились в служение Богу, очень много всяких тягостных обстоятельств политических, экономических. Вот мы не можем себя вполне реализовать. Вы знаете, это отговорка. Это отговорка, потому что жизнь Яна Москаменского показывает обратно, что возможно эффективное служение Богу, эффективное занятие наукой, науками, многочисленными науками, в условиях явно для этого не подходящих. То есть вот очень важна мотивация и желание. Вот если есть желание, то Бог эти желания благие всегда поддержит. И Яна Москаменский, вот он и явился создателем педагогической науки, и если кто-то желает подробно ознакомиться с его трудами, они переведены на практически очень большое количество иностранных языков с чешского языка и с латинского, на которых он писал, то, конечно, стоит познакомиться с такими вот трудами, как «Великая дидактика», написанная им в 1632 году, а также с другими трудами, например, «Закроющийся чешского языка», «Лабиринт мира и раб сердца», «Открытая дверь языков и всех наук», «Мадеринская школа», «Пан София», «Школа-игра в виде пьес», «Мир чувственных вещей в картинках», «Единственное необходимое» и так далее и тому подобное. Интересно, что Яновос Каменский также написал массу учебников для школы по физике и астрономии, и не менее интересно то, что эти учебники, хотя они были написаны в 17 веке, они не утратили своей актуальности до сего часа. Вот это как раз и интересно. Яновос Каменский создал теорию воспитания. Мы говорили с вами, что педагогика есть что? Это есть наука о обучении и воспитании. То есть это совокупность глубоких знаний по обучению и воспитанию для последующей реализации в повседневной жизни. И вот интересно, что Яновос Каменский четко определил цель воспитания. Прежде, вот мы говорили об этом на предыдущих лекциях, о том, что воспитание в основном касалось, так сказать, этических вопросов, да, этических вопросов, вопросов поведенческих. Вот. И не всегда вот цели воспитания виделись конкретно преподавателям, то есть тем людям, которые занимались воспитанием. А вот Яновос Каменский очень четко сформулировал цель воспитания. Она очень интересна. Это подготовка к жизни человека в Царстве Божьем. Это очень интересно, потому что обычно, даже и сейчас, вот, ну, кого не спроси, да, все скажут, что, ну, да, вот, воспитание занимается, вот, подготовкой человека, да, вот, к правильному поведению в повседневной жизни, вот в этой, да, нашей вот земной жизни. Вот. Но это так. Но это очень узенький взгляд, потому что человек на земле живет, ну, определенный период. Очень важно научиться жить в этой жизни, да, но надо уметь жить и там. Нам придется там жить. Вот. А как вот там жить? Как вот получить воспитание, которое бы было адекватно? Вот этим как раз и занимался Яновос Каменский. Вот. И он считал, что существует три ступени воспитания. Первая ступень. Первая ступень – это умственное воспитание. То есть познание себя и окружающего мира. То есть человек должен уметь постигать самого себя. Он должен знать, на что он способен, да, а на что он не способен. И он должен постигать окружающий мир. То есть он должен иметь адекватное представление о самом себе и об окружающем мире. То есть это умственное воспитание. Очень важно научить человека думать. Мы часто полагаем, что мы все умеем думать. На самом деле это не так. Почему? Потому что в любой какой-то критической ситуации мы как-то рассуждаем, как мы говорим. Не знаю, что и думать. Как я до этого не додумалась или не додумался. Вот это, вот о чем он говорит. О том, что очень важно воспитывать интеллект. Это первая ступень воспитания. Вот. И это очень важно. Потому что... И в вопросах веры также. Потому что наша вера какая? Христианская, сознательная. Мы знаем в кого и как, каким образом мы верим. Но для того, чтобы иметь сознательную веру, нам нужно иметь, в общем-то, хороший интеллект. Это факт. Вторая ступень воспитания по Яну Моссу Каменского это нравственное воспитание. Нравственное воспитание. То есть, иначе говоря, это управление самим собой. Ну, еще Аристотель этим вопросом задавался в Древней Греции. И он очень интересно говорил, Аристотель, дедушка Аристотель, да? Что чем умный человек отличается от глупого? По мнению Аристотеля, умный человек от глупого отличается тем, что умный в состоянии управлять своими эмоциями. А глупый нет. Он не может управлять своими эмоциями. То есть, очень важно учиться властвовать собой. Управлять собой. Вот. То есть, это довольно сложно. Но это возможно. Но в Библии мы читаем, но это ничего невозможного для христианина. Вот. И поэтому Яна Моссу Каменский говорил о том, что очень важно нравственное воспитание. То есть, очень важно научить человека владеть собой. Но бывают всякие ситуации у каждого человека в жизни. Да? И иногда есть такое выражение русское. Человек выходит из себя. А зачем выходить из себя? Ну, надо в себе находиться. Вот. И уповать при этом на Бога. Управлять собой. Вот это сложно? Да. Но это возможно? Да. Возможно. И третья ступень воспитания, самое главное, это устремленность к Богу. То есть, это духовное воспитание. Но эта устремленность к Богу, она как раз и связана с первыми ступенями воспитания. То есть, понятно, что познавать себя, окружающий мир, довольно сложно. Да? Управлять собой не менее сложно. И какой вывод напрашивается? Каким образом, все-таки, этого достичь можно? Вот решить две первые задачи. Только с помощью Бога. Да? То есть, очень важно иметь эту устремленность к Богу. Это и есть духовное воспитание. Духовное воспитание. Вот. И устремленность к Богу всей сути человека. И его души. Да? И его духа. И его интеллекта. И его эмоции. Да? И даже его физиологии. Да? Потому что, например... Причем тут физиология? А при том, что, например, когда мы молимся, мы же, в общем-то, расходуем себя, в том числе и физически. Да? Или когда мы занимаемся миссией христианской. Да? Несем какое-то другое служение. То есть, вот, очень важно, чтобы была вот эта устремленность к Богу всей сути человека. Да? Нельзя быть христианином от 10 до полвторого. Да? Вот. То есть, если ты христианин, то ты христианин не только в церкви. Ты дома и на работе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ты христианин везде. Не может быть христианином на 20%, а на 80% там сомневающимся какого-то человека. То есть, если ты христианин, то на 100% из момента в момент. Вот. Поэтому, вот, конечно, этот аспект очень важен, именно когда речь идет о теории воспитания. Интересно, что Яна Москаменский подчеркивала необходимость взаимосвязи начального, среднего и высшего образования. То есть, по ему мнению, оптимальный вариант – это единая школа в масштабе страны. Это очень интересная идея, очень интересная идея, потому что, вот, и во времена Яна Москаменского, и, вот, в наше время, да, в том, в котором мы с вами живем, все-таки мы наблюдаем, что существует некий разрыв между начальным, средним и высшим образованием. Вот. Я приведу такой пример. Ну, простите, как бы, да, любой публичный выступающий человек, да, это такой идеальный мальчик для питья. Вот. Я просто расскажу о собственном опыте. Вот, я учился в средней школе, и учился очень хорошо, то есть, я был уверен уже к моменту окончания школы о том, в том, что, ну, я готов к тому, чтобы учиться в ВУЗе, да, вот, то есть, я считал, что я очень знающий такой молодой человек, вот. Ну, я поступил в ВУЗ, все нормально, но, когда я поступил в высшее учебное заведение, я начал там учиться, я понял, что я абсолютно ничего не знаю, или знаю какой-то минимум, минимум-минимум, меньше-меньшего. Это был не приступ самопечивания. Я с малых лет отличался реализмом всегда. То есть, у меня, ну, люди все разные, а вот я, например, редко, когда испытываю иллюзии, у меня такой неиллюзорный взгляд на предмет. Я предпочитаю видеть жизнь такой, какова она есть, а не какая там она должна быть и прочее. Вот, прежде всего, какова она есть. Вот, ну, в каждой избушке в своей погремушке. Каждый человек особенный. Вот. И я понял, что, в общем-то, я знаю очень мало. И почему я это понял? А потому, что, к сожалению, школа средняя, в которой я учился, она оказалась очень средней. То есть, не было связи между вот базом моим образованием и тем, чем я занимался в институте. Мне приходилось очень тяжело, хотя я и в институте учился хорошо. Вот. Но вот я на Москаменске еще в 17 веке на это обращал внимание. Что очень важно, чтобы начальная школа была связана с средней, средняя, с высшей школой. Вот. И тогда человеку будет легче учиться. Конечно, я на Москаменске делал особый акцент на начальном образовании. Вот. Очень важно, что оно должно быть всеобщим для детей обоего пола вне зависимости от их социального статуса. Это очень важно, потому что мы уже говорили в предшествующих лекциях с вами о том, что, например, в первобытный период, да, обучение и воспитание, оно было очень часто связано с имущественным положением, да, воспитанника. Вы об этом уже говорили. Так вот, я на Москаменске считал, что начальное образование, да, самое стартовое, да, оно должно быть всеобщим для детей обоего пола, для мальчиков, девочек и вне зависимости от их социального статуса. По мнению Яна Москаменского, школа, да, как институт, в чем речь идет не только там о начальной школе, вот, речь идет и о средней школе, и о высшей школе, вот. Школа, по мнению Яна Москаменского, должна быть мастерской радости, вот, то есть она должна быть оптимистичной, что стимулирует обучение и воспитание, вот. Вот, это очень важно, очень важно, потому что, вот, процесс обучения и воспитания, он очень тесно связан, и вообще процесс познания, да, он очень тесно связан с эмоциональным состоянием человека, да. Вот, почему, например, некоторые дети или студенты в высших учебных заведениях плохо учатся, да, вот интересный вопрос. Это не потому, что они глупые и тупые, вот, дело в том, что им неинтересно, да, то есть это вот эмоциональная сторона дела. То есть в школе, например, ученику по ряду причин может быть неинтересно, да, или ему там некомфортно, вот. Почему, например, некоторые дети, да, сбегают с уроков, да, пропускают уроки, неохотно идут в школу, потому что им плохо там, им абсолютно там неинтересно, вот. Ну, а по каким, например, предметам мы с вами все успевали в школе? По тем предметам, которые что? Которые нам были интересны. Мы успевали по тем предметам, которые преподавали хорошие учителя, добрые, порядочные люди. Вот, понимающие люди, понимаете? Вот это вот как раз очень важно. Вот, и я на мозг Каменский говорю, что школа должна быть мастерской радости, то есть человек должен стремиться в школу, а не думать, скорее бы отсюда внести ноги. Вот, я просто, вот, ну, как и каждый человек, имею такой опыт, в том числе и негативный в школе, хотя, опять же, я учился хорошо, вот. Но, тем не менее, вот, например, мы, вот, в школе со страхом просто, с животным просто, страхом хотели на руки математики. Почему? Потому что преподаватель математики к нам относилась плохо, плохо. И поэтому у нас многие не успевали, потому что преподаватель вот постоянно унижал учеников. И я помню, я всегда очень аккуратно готовил уроки, такой очень дисциплинирный человек. И меня вызывают в тоске, вот я решаю примеры, и все правильно, все верно, но преподаватель мне ставит тройку. Вот, и когда моя мама на родительском собрании, вот, после окончания родительского собрания спрашивает преподавателя, отчего вы в Володе поставили тройку? А она отвечает, а он на меня с таким надменным взглядом смотрел, да я на нее не смотрел вообще, я весь погрузился в пример. Вот, но дело в том, что, вот, такая была ситуация, или, например, идет контрольная работа по алгебре, и учитель заходит между парт, и говорит, а вот, значит, сидят Солодовников с Моисеевым, это мой товарищ по учебе, что-то задумались, как будто они что-то понимают, это при всем классе. Понимаете, то есть это учител унижал учеников вот на каждом этапе, какая тут радость, какая тут успеваемость. Вот, понятно, что мы очень неохотно занимались математикой. Почему? Потому что, вот, наши эмоции были отрицательны, а результаты были плохие, либо они были хорошими, но они не были знания по математике глубокими. Потому что мы эту математику просто ненавидели. Вот, это так было, реально. И интересно другое, что когда мы закончили школу, когда мы сдали экзамены по математике, то большая часть нашего класса пошла вот за территорию школы и сожгла учебники по алгебре и по геометрии публично. Понимаете, то есть это вот, вот это, это ненормально. Это дети, да, поступили плохо. Но почему? Потому что школа для них не была, в общем-то, таким учреждением, ну, скажем так, радостным. Но лично идёт о конкретном предмете. У нас были другие учителя, и были обратные примеры. Вот, но Янамовск-Каменский подчёркивал, что школа должна быть мастерской радости. Если ученик идёт в школу с энтузиазмом, то всё будет у него хорошо. В обучении и воспитании Каменский обращал на это большое внимание. Важен принцип наглядности. Он сформулировал золотое правило дидактики, то есть теории обучения. Всё, что доступно, должно, доступно слуху, должно быть услышано. Вот. И восприятием школьного материала, по мнению Каменского, большой роль играет, играет и играл физиологический фактор. А также эмоциональное состояние учащихся. Вот о чём мы с вами только что говорили. И он подчёркивал вот эту связь интеллектуальной работы с ощущениями. И, конечно, вот он обращал внимание на то, что чрезвычайно важно знание родного языка. Да, потому что язык – это способ выражения мысли, знания иностранных языков, древних языков. Вот. То есть, почему такой он упор делал на языкознание? Ну, это языкознание даёт реальную возможность получить больше сведений, да, о жизни. Дед Мускаменский был сторонником классно-урочной системы педагогического планирования во имя систематичности педагогического процесса. Вот. То есть, вот это как раз очень важно. Вот. Он считал, что вот этот педагогический процесс, он должен быть не анархичным, он должен быть упорядоченным. Но он не должен быть вот таким жестоким. Вот. То есть, в основе педагогического процесса, в основе обучения и воспитания лежит что? Любовь, да? То есть, это то, о чём мы читаем с вами в Библии. И если резюмировать вот значение деятельности Яна Амоса Каменского, то это можно резюмировать в двух словах. Ян Амос Каменский был отцом педагогики, отцом педагогической науки, основанной на христианском принципе любви. До сих пор. До сих пор. Продолжение следует...